Здравствуйте! В эфире новости в студии Султани Истакаева. Сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Симферополе заседание Оперштаба в преддверии 9 мая началось с главной новости. Впервые за 75 лет день победы крымчане проведут дома. Виной всему коронавирус. Такой праздник, который можно в семейном кругу встретить и, соответственно, вспомнить своих родных и близких. Мы постараемся максимально организовать в средствах массовой информации для вас этот праздник так, чтобы он прошел с таким же ощущением, как и в отсутствии карантина. На телеканале Милет, например, пройдет марафон, где можно будет услышать о подвигах крымчан. Прочесть страницы истории, не отходя от телевизора. Также 9 мая на патрулирование улиц крымских городов выйдут почти тысячи полицейских. Будут задействованы 962 сотрудника МВД, 480 нарядов, в том числе 162 казаков. Ну, увеличили количество нарядов на эти праздничные мероприятия для обеспечения общественным порядком на территории всей республики, на территории всех муниципальных образований. Сегодня стало известно о 9 новых случаях COVID-19. Один из очагов в городе Саки. Там на карантин закрыли больницу, вирус обнаружили у трех медработников. Также зараженные есть в Симферополе, Алуште и Ялте на фоне пандемии под угрозой туристический сезон. Сегодня межсубъектовой миграции туристов, объективно мы с вами по-честному говорим, не будет. Это понимают все. Возможен, еще раз повторяюсь, только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке. За весь период в Крыму заразились 177 человек. Выздоровели 44. На заседании напомнили, что с 12 мая в республике вводится обязательный масочный режим в общественных местах. По данным Крымформации, по их мониторингу, проблем сегодня с закупками масок нет. Спрос на маски в аптечной сети значительно упал. В день Крымформация продает не более 5-6 тысяч масок. А с 18 мая снимут ограничения на работу промышленных производств, магазинов, одежды и обуви. Перечень видов деятельности, которым дадут поддержку из бюджета, планируют расширить. Эльмас Аблакимова, телеканал Миллет. Саудовская Аравия постепенно выходит из карантина. На днях власти страны ослабили ограничительные меры. Во всех регионах сократили длительность комендантского часа с 17.00 до 9.00. Такой режим будет действовать по 13 мая. Открылись и торговые центры, заводы и строительные компании. Закрыты пока кафе, рестораны, спортивные клубы, кинотеатры и парикмахерские. Сейчас можно по улицам спокойно ездить, днем только, по ночам пока нельзя. Ограничения есть и в работе мусульманских святынь Мекки и Медины. К торговых намазу допущены только представители генерального президиума по делам двух святыней сотрудники мечетей. Для них обязательным остается измерение температуры и дистанция в полтора метра. В два раза сокращена и сама молитва. Накануне Дня Победы в 44-й Симферопольской школе имени Алими Абденановой почтили память героев Великой Отечественной войны. Также в рамках проекта «Партизанские тропы» ученики прошлись по местам сражений участников подпольного движения Крыма. Подробности далее в сюжете. В 44-й школе Симферополя открылась Аллея Героев. Стенды с фотографиями участников Великой Отечественной войны теперь украшают территорию школы. Подобные акции проводятся здесь каждый год, так же как и бессмертный полк. В условиях пандемии военно-патриотическое движение решили провести онлайн. Мой прадедушка Тайматов Ибраиль Неметович был призван в армию в 1942 году. Десятки школьников рассказывают о своих родственниках, отдавших свои силы, защищая Родину. На сегодняшний день около 70 наших детей визуально говорят о своем родственнике, рассказывают историю его участия в Великой Отечественной войне. Я очень горжусь своими детьми, они действительно у нас патриоты, они действительно, каждый из них, каждый кусочек им рассказанного рассказа пронизан любовью к прошлому. Накануне школьники приняли участие в проекте «Партизанские тропы», шаг за шагом ступая по местам деятельности участникам крымского подполья и прогуливаясь по перевалу Шайтан-Мердвен, который, начиная с 1941 года, был важнейшей партизанской артерией. В первую очередь заполнилась красотой и нетронутой природой. Дорога там была очень извилистая и спускаться по нему и подниматься, это еще сложнее. Эти трудно проходимые места, да, картины там писать очень хорошо, вот только вот там такие тяжелые дороги, там очень легко подвернуть ногу, упасть очень легко, там столько камней. Школьники Эдем Изетов и Зера Зенединова знают истории многих крымчан, чьи подвиги прославляют родной край. Много героев-партизан было среди крымских татар. Дядя Володя, руководитель самой большой подпольной группы в Симферополе. Мишка Татарин, партизанский командир, герой Польской Республики. Вспоминая о героях Великой Отечественной войны, директор 44-й школы имени Алими Абдинановой рассказала нам о своем дедушке Эскендере Аминове. В нашей семье чтили память моего дедушки, вот у меня замечательный был Эскендер Харабаба, урожаин Салушты, который прошел всю войну с 41-го года по 45-й. И он 26-го июня был призван в Алуштинский райвоенкоматом, в горвоенкоматом в ряды Советской Армии. Спустя почти год призывник Эскендер Аминов был участником Сталинградского фронта, прошел путь до Берлина. Получил за участие в Сталинградской битве орден Красного Знамени, получил орден за отвагу, он есть в книге памяти героев, его имя запечатлено. В 45-м Эскендер Аминов получил тяжелое ранение, в результате которого лишился ноги. Пролежав в госпитале, спустя год встретился с семьей, двумя дочерьми и супругой. Это был удивительный, отважный человек, и память о нем надолго жива в наших сердцах, жива в памяти его семьи. В каждой семье есть свои герои. Наша задача – сохранить память о них и передавать ее будущему поколению. Руслан Минаев, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Для всей страны 2020-й особенный 75 лет со дня Великой Победы. С нетерпением этот праздник ждет и герой нашего следующего сюжета Шевкет Алиев. О том, как его родственники защищали родину, расскажет Айша Шелакова. Это медаль, которую отец получил. Самый факт медали оставил своему Юрию, сестеренке. Военный билет, удостоверение и архивные справки – это документы участника Великой Отечественной войны Усина Алиева. Он прошел две войны. Фронтовика уже нет в живых. Когда он приехал с армии, тоже 4 месяца дома побыл, всего на 4-5 месяцев, его забрали на Белофинске. В Белофинске только он вернулся, его забрали до 64-го года. Старший сержант десантных войск Усин Алиев воевал в составе 51-й армии, которая обороняла Крым. Они отражали нападение противника на главную военно-морскую базу Черноморского флота – Севастополь и подступы к Керченскому проливу. Затем их отправили на Таманский полуостров. Бои были очень жестокие. У них в отделении, в дивизии, в дивизионе, у них было 120 человек, по-моему. После боя, когда они освобождали колодцы, 7 колодцев, шопку освобождали, осталось всего 28 человек. Усин Алиев не единственный герой в семье. Воевал и дед Якуб Сиитов. Полковник до 43-го года принимал участие в партизанском движении. Он был наркомом здравоохранения, прокурором Ялтинского региона. Выполнял особо важные задания – доставлял секретные документы в Казахстан. Было очень здорово. Встречались такие люди по дороге с Тавры, по Краснодаре. Встречались такие люди. Они не только хлеб не давали, но они идут. Мы чувствовали, проходили, хотели нас сами по дороге убрать. То есть, забрать документы, перезадить немцу. Оба родственника Шевкетага – уроженцы Ялты. До войны занимались садоводством. Отец с Ялты, он единственный с собой, что привез туда, в Узбекистан, он чебуклар, крымский виноград. Крымский привез, вот такие большие крымские, он привез. Он привез к кишмичу, отец сюда, мускат привез. Крымский он их. Он их посадил. У нас было во дворе, где-то, если не забавно, 200 кустов виноградника. Вернувшись в Крым, Шевкет Алиев продолжил семейное дело. Создал общественную организацию помощи инвалидам. Теперь они вместе выращивают фрукты и овощи. Ай Шашулакова, Арсен Фукала, телеканал Миллет. При совершении жесткой посадки вертолета на Джанкойском аэродроме пострадали три человека. К месту происшествия сразу направили бригады скорой помощи. По данным пресс-службы Южного военного округа, экипаж выполнял учебно-тренировочный полет. Один из летчиков скончался в больнице, остальные в тяжелом состоянии. Сотрудника управления кадастра задержали за взятку в Севастополе. 6 мая подозреваемый получил 50 тысяч рублей от коллеги. На его земельном участке были административные правонарушения. За отдельную плату главный специалист Росреестра обязался не возбуждать дело. После получения денег мужчину сразу же задержала полиция. Следствие готовит ходатайство в суд. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 6 лет. В республике также задержали члены экстремистской организации. Им оказался 38-летний житель Симферополя. Решением суда в доме у подозреваемого провели обыск. Полицейские обнаружили огнестрельное оружие и другие запрещенные предметы. Сейчас возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание до двух лет лишения свободы. У поселка Сирень в Бахчисарайском районе строители Тавриды благоустроили территорию братской могилы защитников Крыма. Работы начали в феврале. Подрядчики успели возвести насыпь и заасфальтировать площадку. Также дорожники благоустроили съезд и восстановили плитку у памятника, который был установлен в 1947 году. Сегодня в братской могиле покоится 34 бойца. Бессмертный полк в режиме онлайн. Так в этом гайду пройдет патриотическая акция. А пока в каждом регионе нашей страны с гордостью вспоминают героев и рассказывают их истории. Подробнее о флешмобе и в социальных сетях расскажут наши корреспонденты. Тимур Шукуров с гордостью в руках держит портрет своего героя-прадеда. Мурат Рамазанов – отважный крымский партизан. Подвиги и многочисленные награды участника войны стали достоянием семьи. Эти строки Тимур посвящает своему прадеду. Днем победы пострелять. Желаю, чтобы у вас было чудным настроением. Мой дух, мой указ. Чтоб друзья вас уважали. А враги, чтоб вас боялись. На родную землю нашу, чтобы даже не совались. А это трехлетний Малик Яскулиев. Еще совсем маленький и уже с большим чувством патриотизма. В нарядной военной форме он тоже поздравляет всех с великой победой. Мальский праздник. День победы отвечает. Вся страна надевает наши деды. Появили очна. Из-за распространения новой инфекции в этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн. А вот историями великих героев и отважных воинов, защищавших родину, жители нашей страны делятся в социальных сетях. Родное небо, мир и труд забыть победу не дадут. И пенье птиц, и шепот волн, все шлет вам ветераны свой поклон. Благословить вас каждый раз, спасибо говорить. И каждый день, и час гордиться вами сердцем и душой. И подвиг в памяти нести большой. Акция стартовала 4 мая и продлится до 9-го. Юбилейный парад победы из-за коронавируса перенесли. Его проведут, когда не будет риска для жизни граждан. Завтра планируется авиационный парад, а ночное небо украсят салюты. Севелия Меметова, телеканал Милет. Герой нашего следующего сюжета – ветеран Великой Отечественной войны иммерсали Куртумеров. Он был удостоен Ордена Красной Звезды, медали за оборону Сталинграда. Фронтовик прошел всю войну и смог вернуться живым домой. О боевом пути ефрейтора смотрите сюжет ой Шешулаковой. Это малая часть наград ветерана Великой Отечественной войны иммерсали Куртумерова. Когда-то они украшали китель фронтовика, сейчас же это семейные реликвии. Война застала его в армии. Воевал в мотострелковых войсках, был водителем, перевозил боевые установки и снаряды. Такие моменты были, говорит, этот командир, спереди, говорит, этот командир, ему, говорит, эту бумагу я, говорит, пролепил на спину. Я на машине, говорит, сзади еду, он спереди пешком идет, чтобы дорогу видно было, этот, ну, его видит, тот пешком же идет. Машины вот так, говорит, выбирались. Еврейтор прошел сложный боевой путь от Крыма до Кёнигсберга. Оборонял и освобождал Сталинград от фашистов. От взрыва снаряда его контузило, позже попал под обстрел и был ранен. Но выжил, чтобы и дальше служить своей отчизне. Боевые награды достались большой ценой. Как перешейк какой-то, как я уже помню этот. И вот с одного конца, этот, русские войска были, а там промежутки, этот, и спереди немецкие, там, этот. И вот туда надо было боеприпасов доставить, а вот этот перешейк они обстреливали. И, говорит, три или четыре машины пошли, говорит, с этим, чтобы проехать. Не смогли, говорит, проехать. Потом, говорит, я попросил командира, говорит, поехал. Ну, раскочил, доставил, и мы вот этот медаль дали. Так и получил медаль за отвагу. После войны кавалер ордена Красной Звезды еще год служил в Москве. Узнав о выселении своего народа, отправился в Среднюю Азию на поиски родных. Супруга солдата и двое детей умерли от голода. В живых остались только мама и семья сестры. Ему, как это, отпустяку дали же этот, поёк вот этот солдатский. Ну, дневной этот. Пошел, говорит, в Ташкенте это получил, говорит, и начал их кормить, они голодные. Им, говорит, за один день сваришь, это все съедят. Но он потихоньку им мало давал и, в общем, на ноги поднял. После демобилизации в Узбекистане фронтовик еще и спас экипаж самолета и ценный груз на борту после крушения. Самолет с аэропорта поднимается, ну, этот хвост, говорит, висит, вот так, говорит, и этот круг дает, говорит, а там аэропорт рядом и садится, говорит, опять. Раз, говорит, поднялся, второй, третий раз, говорит, шел, шел, а там высоковольный зацепился и на хлопковом поле, говорит, упал. Ну, отец Китмин взял, дверь выломал, этих летчиков вытащил, чтобы они там не сгорели. Отошли, говорит, бах взорвался, ну, самолет сгорел. Имирсали Куртумиров создал новую семью, воспитал троих детей, в Крыму был два раза, но умер на чужбине в возрасте с 68 лет. Его жизнь, как пример мужества, героизма и преданности родине, навсегда сохранится в воспоминаниях близких. А еще Шулакова Арсен Фукала, телеканал Милет. Выставка «Навеки в памяти народной» открылась в Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия. Экспозицию украшают тематические стенды, фотографии и письма с фронта. В собрании есть артефакты, обнаруженные поисковыми командами на полях сражений во всей стране. Отдельное место отведено коллекцией медалей за оборону, освобождение и взятие городов в годы Великой Отечественной войны. Их музеи передали из хранилища государственных наград России. В условиях пандемии музей временно закрыт. Более подробную информацию об экспонатах выставки вы можете узнать на сайте учреждения. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с телеканалом Миллет. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова